Многие объекты Вселенной имеют выбросы, это центральное тело, а рядом довольно длинный выброс. Это имеют место и в молодых звёздах, и в старых нейтронных звёздах, и в чёрных звёздных звёздных, а также наиболее кончённых, которые выбрасывают не чёрные дыры, а кончённые дыры. И самые такие известные джеты — это джеты из активных ядер-галактов, которые представляют собой в современном представлении сверхмассивную звёздную дыру, окружённую операционную диску. Так что джеты — это очень распространенное явление во Вселенной. Но до сих пор их, как они образовывались, а ещё более интересно, почему они сохранили на протяжении огромного расстояния такую узкую форму, это пока что не совсем понятно. Сначала показываю фотографии самых известных джетов. Это джеты из ядер-галактики. Это гигантская энергетическая галактика в созрении Дема. Это самая близкая к нам гигантская галактика. Из неё виден гидрон не очень активный, но тем не менее из неё виден джет длиной примерно килопарсет. То есть это парсет — это значение 3 на 10, 22, 3 на 10, 21 сантиметр. Это джет бидит во всех диапазонах гидрон. Вот это вот радиоизображение. Это изображение на Хаттонском телескопе, то есть это оптику ультрафиологии. Это изображение Чатра — это религеновский телескоп. Он работает в мягкой религеновской области и строит у него очень хорошее разрешение — порядка секунды. Вы видите, джет длинный, но он, так сказать, не сплошной, а состоит из каких-то вот таких вот образований. Причём вполне понятно, что эти блямбы образовались в результате вот механизма образования, либо они явились результатом развития какого-то неустойчивости, и поэтому джет вот так вот. Это второй, тоже очень знаменитый выброс из первого открытого квазара — 3273. Это уже очень активный, очень яркий объект, то есть не на Земле яркий, а, так сказать, светит нашу энергию. Длина его уже гораздо больше — это 50 кП. То есть длина этого джета примерно в два раза больше, чем диаметр нашей головы, если так вот. Может даже в три раза больше. Тем не менее, вы видите, что вот на протяжении всего этого, все эти огромные длины, вот, сохраняем вот эту вот такую длинную форму. Ну и здесь опять, значит, радио, оптика и индикатор. Наконец, один из самых длинных джета, видимо, это самый длинный, по крайней мере, неизвестно. Это из радиогалат IC4296. Длина этого джета уже 40 кП. То есть это в 10 раз длиннее, чем вот предыдущий показатель. И тем не менее, все равно он вот так долго сохраняется. То есть что-то должно его удерживать от развлекания. Потому что здесь электрический электрон и большое давление просто разлетелся, но он не разлетается. А здесь представлена уже, так сказать, динамика образования выброса из галактического источника Орегенского. Это чёрная дыра, в которой внутри нашей галактики круг, видимо, оборужённая операционным диском. То есть структура примерно такая же, как в ядре активной галактики, квазари, поэтому они обычно называются микроквазари. Так как здесь размеры в десятки тысяч раз меньше и, соответственно, времена развития гораздо хорошие, мы в течение нескольких лет, или, может, года, даже не знаю точно, имеем возможность наблюдать формирование вот этого выброса образования. И самый, в общем, знаменитый джет внутри галактики, это называется 433 цифр. Это очень направленный выброс из системы двойной, летящей со скоростью примерно 0,26 скорости света. И вот на протяжении порядка парсеков он сохраняет такую очень длинную структуру. И мало того, что он, так сказать, вылетает, он ещё и прецессирует, так сказать. Видна вопрос прецессии этого джета, потому что линии, сдвинутые в синюю и красную сторону, они движутся с периода в 123 до 153 декабря. Так что, количество джетов очень много. Ну, соответственно, молодые звёзды имеют, но они, может быть, менее интересны, потому что там уже никаких эффективистов ещё каких-то звук. Значит, формирование этого джета связано, видимо, ну, как сейчас это общепринято, с наличием вокруг чёрного джетчика аффекционного диска и в мороженом в неё магнитного пола. Вот эту картинку мы, как раз, нарисовали. Мы сейчас выражаем, что радует сожмать в 2014 году. И вот теперь она фактически является вот прототипом всех этих вот моделей для образования чеков. А почему обязательно из чёрной дыры? Там первый из чёрной дыры. Почему из чёрной дыры? Там тоже из чёрной дыры. Да. Вот все, которые я показывал, это все из чёрной дыры. Есть джопи и не из чёрной дыры. Вот молодых звёзд, например. Но у них другая одиночка, так сказать. А вот первая-то, там, где шла чёрная дыры, и оттуда... И оттуда, да? Вот не эта вот предыдущая дыры. Да. Это из ядра галактики О87. Из ядра, где сидит самая массивная чёрная дыры. Три на десять девятый солнечный класс. Это известно, да? Да. Это известно по дюклимским данным. Чёрная дыры всегда связана с чёрной дыры. Вот так вот выжать нельзя. Но, по крайней мере, те, которые мы знаем, связаны с чёрной дыры. Может, там нет? Кстати, по поводу чёрной дыры. Я что-то слышал, что не все верят в то, что всё-таки открыли чёрную дыры. Не все верят в существование чёрной дыры? Ну, это и есть, конечно. Некоторые люди, которые не верят в теорию Мстерна. Ну, если это, так сказать, вы считаете, что дюклимским чёрной дыры, тогда чёрная дыры не слышит. Нет. Это подрался, но то, что есть наблюдения. А, то, что они наблюдали? Да. Ну, по крайней мере, эта модель чёрной дыры, она объясняет все наблюдения и не встречает никакого ничего. А в некоторых случаях она просто является однозначной. Например, если в нашей галактике двойная система с рентгеновским источником, и масса вот этого компактного объекта рентгеновского превышает прибильную массу нейтронной звезды. Тогда это чёрная дыры. Или, если в галактике, там есть мазерные источники, и эти мазерные источники показывают потрясающе точную кептеровскую криву. Соответственно, там, допустим, масса очень компактной области, порядка 27-й массовая. Ну, остальные, может быть, не такие точные, например, но вполне уникальные. Значит, вот модель образования, она представляет собой диск коллекционный, который, натянув на себя вот это лагнитное поле, из межзвездной серии, может быть, соседние звезды. И он найдёт более крупномасштабное. В процессе падения радиального энергия поля растёт быстрее, чем гравитационная энергия. То есть, в итоге, поле начинает влиять на динамику. Сначала поле маленькое, оно не влияло просто. Радиальный объект. Потом, значит, оно влияет на динамику, и оно само канализирует уже вот эту аккрецию. Мы там будем через реактомодельное решение, где мы проведем. Затем, аккреционные потоки с двух сторон сталкиваются в плоскости симметрии, и образуется здесь вот такой результат. Вот эта модель была с самого начала построена для невращающейся материи. То есть, просто радиальное падение, вопрос на трубе вращения. Потом, конечно, так как вращение присутствует, оно было обобщено этим вращением. И этот диск, который здесь образуется, он, так сказать, турболизуется, потому что потоки сталкиваются, начинается с турбулентностью. И если вот здесь вот, вокруг проводимость была очень большой, это кулоновская проводимость, то здесь, за счет того, что происходит быстрое уменьшение масштаба, пересоединение, проводимость оказывается очень маленькая. И диск просачивается вот сюда вот, в черную зрубу. И, вот, в результате этого просачивания, выделяется вся тема, которая, так сказать, и, так сказать, определяет и свидетельность черной дыры, и кинетическую дыру. Ну, здесь вот, в следующей работе мы это более подробно уже рассмотрели эту модель. Ну, кстати, вот, такая система обладает очень высокой эффективностью передачи эракиды. При вращении генетической энергии, аэркетической энергии, фактически гравитационной энергии, в наблюдении виды нырки, потому что, если при радиальном падении, так сказать, сразу же все впадает в черную дыру, может, иногда не успевает, так сказать, излучить, превратиться в излучение. То есть здесь, в диске это долгое время происходит, и, в итоге, просачиваясь, она все излучает. То есть этих генетических здесь может достигать половины мс квадрата. Вот, уравнения, которые мы решали для определения структуры этого диска, они очень похожи на уравнение диска, так сказать, такое известное уравнение дисковая грязь с альфа-диском. Альфа-диск это называется модель, в которой вязкость аппоксимируется в такой простой форму, тензор, тензор, вязкий тензор, компонент для этого тензора, просто пропорционально подойдет. Здесь примерно то же самое, но, так как здесь нет не вязкости границ, а проводимости, то для проводимости мы получили форму планологии с альфа-диском для тублетной проводимости. И, значит, вот это направление всякий раз и определяет вязкость, то есть проводимость диска внутри, вот в такой вот системе. Она же определяет, так сказать, скорость просадки. Вот, не вращающийся диск, он, скорее всего, никаких джетов не оправдан. Но, если учесть, что он все-таки вращается, то тогда возникает эффект, тот же самый эффект, который определяет замок поведения пульсара. То есть пульсар – это сильно замагниченная вращающаяся звезда. За счет вращения на ее поверхности генерируется электрическое поле. То есть такая вращающаяся замагниченная звезда работает как униполярное поле. И это электрическое поле, ну, на какой-то длине оно еще не может быть, так сказать, заэкранировано, она приводит к тому, что из пульсара вылетает ветер, пульсарный ветер. Собственно говоря, пульсарный ветер – это тоже в каком-то смысле джет. Потому что он тоже направленный, но он, так сказать, довольно трудно наблюдать, что эти объекты самых ярких пульсаров, как краб и вело, видны вот эти вот джеты, вылетающие из пульсара. Вот из операционного диска тоже. Если есть пульсарное поле, дело вращается, то получается огромное электрическое поле. И мы тут оцениваем в работе с длинником, что могут генерироваться электроны с энергией сотни мэр, даже больше, может быть, образование пар и, так сказать, синхронтронное стучнение, которое это джет. То есть вот такой вот механизм образования джет. Денис Ильич, а вот там магнитный поле написал, а проезженность электрического поля? Ну, это В на мэр. В, Е – это В, С на В. В – это кепельность. С скоростью. Ну, что это, это стандарт. В том, что в движущей среде, значит, происходит прогрязание ножниц там, или в цельмическом. Это происходит в неполятном индустрии. На Земле, можно сказать. Взять цилиндр замагничный и начать его вращать. Тогда, если поставить, значит, один электрод вращающейся поверхности, а второй электрод к центру, то международное напряжение. Ну, понятно, я просто его узнал. Вольт на метр. Вольт на метр. Вольт на сантиметр. А, вольт. Ну, я не считал. Вот, просто уже мокреты есть произведение вольта на характерную длину. Значит, ароматичная совершенно модель была примерно в то же время. Приклужена лавлэйсом. Вот. Ну, так как он опубликовал Мэтчера, а у нас письма ожидали, то, конечно, на него гораздо больше силы. Ну, вы тоже видите, апелляционный диск с крупномасштабным полем, черная лера, и вылетает вот вольт на сантиметр. Вот здесь вот, так сказать, источником энергии образования джета явилось гравитационное поле, то есть гравитационная энергия спормированная в аукрационный диск. То есть из диска все происходит. Но, если у нас есть шварциско-черный дар, из нее энергия не извлекается. Известно, как известно. Ну, сверхмассивная вообще, она может упущать. Но если энергия, если черный дар вращающийся, у нее метрика Кера, то там есть возможность превратить часть вращательной энергии, извлеченную из черной дары. Вот такой проблемой извлечения энергии вращательной из черной дары, она была впервые, так сказать, решена Энроусом, еще в 1969 году. Ну, я дальше покажу эту картиночку. А с точки зрения применимости к реальным объектам, в частности к массивному черно-двеноскоплительным дарам, мы впервые это рассмотрели Руфини и Блиса, которые показали, что ввиду того, что... Вы знаете, у меня произошло такой сбой, что я все приготовил, а потом нашел что-то не то, и оно все стерлось. И вот эту картинку, которую я первый раз написал, она здесь, так сказать, оказалась... Ею позаболставить. Ну, вы понимаете, в общем, дело в том, что вращающиеся черные дыры обладают двумя характерными поверхностями. Первая поверхность горизонта, это то же самое, что в Шварцинском смысле, то есть это та поверхность, из которой ничего не выходит вообще. Только может быть. И у вращающихся черных дыры есть другая характерная поверхность, называемая эргосфера. Эргосфера – это область между вот этой поверхностью и горизонтом, в которой, в принципе, нет статических состояний. То есть там частица должна формально движуться быстрее скорости света, то есть ее увлекает гравиационное поле вот это вращение. И она там не может проходить в состоянии покоя. Вот очень необычным свойством эргосферы состоит в том, что в этой эргосфере возможно состояние с отрицательной полной энергией. То есть энергия меньше, чем минус МС квадрат. То есть полная энергия отрицательная, не только потенциальная. А вот если вы отсчитываете вот от нуля, то там ц квадрат, тогда это отрицательная. Поэтому, если туда влетает частица и распадается, и возможно распад такой, что одна из частиц, так сказать, превратает отрицательную полную энергию и падает на черную полную. Тогда вторая, в этом законе сохранения энергии, эту отрицательную энергию, свою энергию увеличивает, не улетает с большей скоростью. Таким образом, в этом и состоит механизм метровоза в извлечении энергии из черной дыры. А черная дыра поглощает отрицательную энергию, уменьшает свою массу, уменьшает свой угловой момент и постепенно превращается в большую скорость. При этом можно извлечь принципиально до примерно 29% МС квадрат. Вот Руфини, ну, распад частиц – это вещь, в общем, достаточно. Ну, экзотическое, в таком случае, в природе вряд ли, как можно извлечь. А вот с помощью магнитного поля это вполне возможно. И как раз они показали, что за счет магнитных полей и передачи энергии магнитными силами возможно формирование в агрессионном диске, так сказать, слоев с отрицательной энергией, которые падают в черную дыру, а, так сказать, ложит и извлекается. Но эта модель, в общем, почему-то была сильно раскратитована. В последующей работе Блэнфорта из Найка. И, значит, «Платонизм» тоже цитирует Руфини, но говоря, что почему-то ему кажется, что это малоэффективно. И они предложили немножко другой механизм, который называется «Блэнфорта Шнайк». Но когда я рассказывал, примерно, это содержание у Руфини, когда он услышал слова «Блэнфорта Шнайк», он начал немножко страшно орать. Помните? Да. Хотя я ему пытался сказать, что я хочу, так сказать, в вашу пользу сказать. Он продолжал, так сказать, замолвать. Но, действительно, Блэнфорта Шнайк предложили такое, ну, неоднозначно отношение к этому механизму. Они, значит, взяли эту черную дыру и магнитное поле, которое, вот, в нашей работе, они взяли из нашей работы, усиленное научное поле, они его взяли в этот турец, в горизонт, и сказали, что, значит, оно будет вылезать из горизона. И вращается. Вместе с горизонтом. И тогда, значит, все остальное уже, так же, как в пульсаре, там, электрическое поле, там, эритмические частицы и так далее. Ну, это, в общем, такая модель, она, как бы, не вполне, так сказать, согласуется с собственным представлением того, о том, что происходит в окресле черной дыры, потому что, как было в прошлом видео, первое показано Гитлбурном, он показал, что, если черная дыра коллапсирует, если вещество, которое коллапсирует, имеет магнитное поле, то есть генерируется внутри, то это магнитное поле прижимается в черный дыры, фактически исчезает. То есть, черная дыра не может иметь магнитную поле. И в общем виде это было сформулировано в работе. То есть, вот в этой статье Руфини Умиллера в 1971 году, одним таким ярким словом, что черная дыра не имеет волос. То есть, параметры, которые характеризуют черную дыру, их всего три. Это масса, момент и электрический заряд. Вот только эти три, только гравитационное электрическое поле может вырезать в черную дыру. А магнитный поле, что никто его вырезать не может. Поэтому, то, что делает Глаз Протежная, фактически они окружили эту черную дыру каким-то слоем, таким маленьким. То есть, фактически, все эти силовые линии, где-то на горизонте, должны вот так вот, так сказать, как-то изгибаясь окружением. То есть, это будут уже не волосы, а как-нибудь парик. То есть, это парик. Но даже в такой интерпретации, эта модель все-таки требует, так сказать, осторожности. Потому что вблизи горизонта никаких полей быть не может. То есть, не то, что полей быть не может, а те поля, которые вблизи горизонта, мы никогда не видели. Вот мы, значит, в работе еще с Русмагином рассмотрели, вот так сказать, получили точное решение для изменения магнитного поля. То есть, в принципе, физическое окреции вблизи горизонта. А потом, уже в работе вот Славлеса и Белински, показали, что при приближении к горизонту те поля, которые видят бесконечно дающее напитание, стремятся на горизонте к нулю. Вот это неправильно объяснить. Потому что вы видите, что Эта стремится к нулю. Их стремится к нулю. Единица — это горизонт. Значит, Б — это к нулю стремится, а Эта — это значит нуль. И если вы посчитаете эту сумму, это тоже нуль. То есть магнитное поле стремится к нулю. Это все равно, что если какой-то камень падает на черную дыру, то мы видим, что он летит, но никогда ее не пересечет. И кроме того, красное свечение от него бесконечно становится просто исчезает из земли. Поэтому и магнитные поля, которые вблизи горизонта, они, так сказать, не видны. И поэтому все, что происходит вблизи горизонта, для внешнего наблюдателя недоступно. А Глентер же знает, что это все как-то получалось. Ну, я, так сказать, не единственный человек, который говорит эти критические слова. Есть целые книги там написаны, там «Пусли», тот же Утрофини еще. Но проблема остается. Потому что многие утверждают, что все-таки нет, они правды. Хотя единственная возможность увеличить энергии черной дыры, как я уже говорил, это магнитный механизм ведро. Это совершенно, так сказать, ясный и понятный механизм. То есть это тот, который фактически в работе Руфини Миссанкова. За счет магнитных болей, магнитных притяжений, возникает вещество с отрицательной энергией, которое падает в черную дыру, а, так сказать, остальное, это вылетает на воду. Вот такая ситуация с Глентером Миссанем. Очень известный и очень популярный механизм. Но, тем не менее, есть этот механизм или нет его, особой важности в этом нет. Потому что всегда есть энергия, которая извлекается из операционного диска. И эта энергия, в общем, больше обычно, чем энергия, извлекаемая из черной дыры. Даже для не вращающейся черной дыры это просто единственный способ. А для Керовской, примерно 30%, максимум 30% он может быть обеспеченным излечением черной дыры. Так что мы обратимся теперь только к конкретационному диску. Причем, если то было решение для не вращающейся, то, естественно, рассмотреть вращающийся диск. Потому что он как раз и является приближением к дыры. Ну, безмагнитных полей структура отрицательного диска хорошо известна. Из работа шахтура, там, шахтура сюда, и еще сотни тысяч работают. Тракционный диск состоит из, ну, если обращается от таких явлений, как адвекция и всякие такие вещи, которые характерны для диска высокой светимости. Если диск, ну, умеренная светимость, у него имеется три области. Это область ближняя к черной дыре. Это там, где, фактически, основная энергия делается. Там преобладает давление излучения и преобладает томсоновская рассея в непрозрачности. Вторая область – это там, где, значит, преобладает газовое давление. Но там солнцевское рассеяние по-прежему важно. И здесь, в третьей области, там уже, так сказать, не прозрачено за счет взлачения солнцевого свобода, свободосвязанных и тоже газовое давление. Наиболее важной является вот эта область. И эта область по наблюдениям она дает не только энергию в области поверхности, то есть фактически теплового излучения, там и так, меньше 10 мм, но она дает еще и излучение вплоть до МЭВа, то есть 10 мм, вплоть до МЭВа, такой хвост высокоэнергический, который обычно приписывает формирование короны, горячей короны вокруг этого диска, который может быть образован за счет коллективных устойчивостей. Ну, тем не менее, из такого диска истечения, если есть, то оно, в общем, такое, во всех сторонах. Для того, чтобы было истечение коллинировано, нужно поднимать. И вот встал вопрос, ну, вот мы предложили, как формируется магнитное поле вне вращающегося диска. То есть для вращающегося диска ситуация оказалась более сложной. И эту сложность заметили вот любого положения. Они рассмотрели кеплеровский коллиционный диск с альфа-вязкостью и магнитное поле с турбулентной проводностью. При этом в диске имеются два культурирующих процесса, влияющих на магнитное поле. Во-первых, за счет вязкости вещество постепенно теряет угловые моменты и приближается к сутку. Если бы магнитные силовые линии были в мороженое, то это вещество тащило бы за собой эти силовые линии и магнитное поле. Но за счет конечной проводимости вещества в диске, малой проводимости, оно деформирует наружу за счет магнитного диска. Поэтому получается два культурирующих процесса. И вот в этой статье было рассчитано, что происходит с магнитными силовыми явлениями при наличии этих двух явлений. И оказалось, что если взять реалистический случай, когда отношение вязкости к проводимости круглентной порядке единицы, ну что это, в общем, представляется более-менее естественным. И параметр d вводится без раздельных, в который есть отношение радиусе к толщевицам. Этот параметр относится очень большой, как дисктуарный. Но оказалось, что для большого этого параметра, вот, допустим, здесь, там не видно, но это 20, там, длинница, даже длинница, магнитное поле деформирует наружу. То есть оно деформирует наружу гораздо эффективнее, чем тащится внутрь за счет движения. И только для малых делов получается такое усиление. И казалось бы, что ситуация, значит, какая-то духовая, и никаких диск получить нельзя, то есть парень. Ну вот, нам удалось эту проблему решить, вот, 3 года назад, где вот показали, что этот диск, хотя он и турбулентный, но он не может быть однородным. Не может быть однородным, в смысле турбулентности, по причине того, что в оптических тонких областях, где давление, излучение сильно выгрышает, значит, и основные, это газовые, турбулентность развиваться не может. И там имеются вот части области. Эта ситуация такая же, как и на нашем Солнце. Солнце имеет конвективное обороты. Но эта конвекция прекращается в внешнем слое, который называется фотосферой, где оптическая толща меньше, чем меньше единиц. Там уже конвекции нет. Там слой будет чистым. И поэтому, значит, вот Солнце, хотя там же прослечивались какие-то примитивные лечения, но поверхность более-менее однородных прогрессов. Вот такая же ситуация и здесь происходит. А в лучистых областях уже магнитные поля не закручиваются, и там очень высокая электрическая проводимость. И поэтому поле тащится внутрь вот этими поверхностными слоями. И в итоге оно усиливается до тех величин, что просто оно останавливается. И получается вот такая вот, когда аккреция идет в центральных областях, внешние слои не движутся, и сильное магнитное поле, которое может коллинировать. Поле здесь получается немножко, ну примерно, так как толщина с атмосферой в аккреционных дисках гораздо относительно гораздо больше, чем на Солнце, то есть там порядка, там несколько двадцатых или отрицательных, то магнитные поля здесь тоже получаются очень большими, вполне достаточными для, значит, формирования больших полей, там, здесь восьмой, здесь восьмой, здесь восьмой. И вот это вот механизм образования турбулентного диска и вулкутной атмосферы, он был получен в чистых расчетах, в сравнении недавно Американца Холли, известного, так сказать, для чистителя которого, где тоже люди образовались такие вот чистые улицы, где поля усиливаются, в чистых расчетах. Ну, здесь вот дальше вот, он был крючком, да? Обязательно. А, ну я сейчас закончу, да. Дальше мы рассчитываем эти поля, уже в более сложной системе уровня, я не могу вдаваться по поводу. Первые расчеты были немного, так сказать. Произвольны в том смысле, что гранические условия не были согласованы. В два свободных параметра принималось магнитное число параметра, и скорость, то есть скорость на поверхности не задавалась. По физике дело надо задать нулевую скорость на поверхность, и тогда магнитное число параметра уже однозначно определится. То есть, когда ОР направит на поверхность равна нулевую, вот мы сейчас эту работу как раз заканчиваем, тогда только они самовынные параметры, магнитное число параметра и и вот это вот, те решения, из которых надо будет, только такое решение надо будет. А это все решения, а не физические. Вот, ну, собственно, можно. Дальше я буду рассказывать, как перейматься. Хорошо. Перерыв 5 минут. А, может, вопросы есть? Пожалуйста, вопросы. Я думаю, перерыв. Спасибо. 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 Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. 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 Продолжаем работу. Во второй части я хочу рассказать о механизме каримации бюджета, основанного на ланунике персона цилиндров. Помимо этого, этот бюджет обладает еще другой интересной особенностью. В разных блямбах плоскость поляризации меняется на 90 градусов. В этих соседних блямбах плоскость поляризации меняется на 90 градусов. Что говорит о том, что меняется направление магнитного. Имея вот такие бутанты, как раз я разбираю такую модель, где коллимация бюджета происходит за счет появления фитового магнитного поля, а само это фитовое магнитное поле является результатом торсионных коллиманий. Надо сказать, что по магнитной коллимации мы предложили еще в 1969 году, совместно с Рапуцкомбергом Треновым. Там мы просто рассмотрели, так сказать, просто пинчи, колебательные движения. Колебательные движения, значит, зарядок изолированных блямбах. Но там, в общем, достаточно сложно было значить, непонятно, как это засдухает и так далее. Поэтому здесь это более естественно получается, потому что это уже поле, значит, процентное поле, и происходит вот такие вот колебания цели. Вот интересно, что если этих колебаний не было, то цели весь раз растет, разлетелся. И только в результате динамических вот этих вот процессов происходит его колебация. Значит, вот идея этого, наконец, прилипаться земля на эту цели. Значит, есть цели, у которого магнитное поле. Без вращение, вот видите, вращение в разных сторонах. Здесь на одной стороне и на другой стороне. Поэтому имеется, так сказать, некая характерная длина за гномом, до которой происходит смена вращения. То есть в этой плоскости вращение вообще равного вращения. Когда появляется эффективное поле, оно начинает препятствовать, не дает разлететься. И так как здесь вот имеется всегда, когда наибольшая скорость и отсутствие эффективного поля, диск стремится разлететься, то есть цели, а потом происходит, появляется, закручивается в другую сторону, и опять оно поджимается. Получается вот такая вот, значит, колебательная картинка. То есть этот джем не является чем-то таким статическим, а он постоянно находится в состоянии динамического колебания. И вот модель такого цилиндра приближённого, я как раз сейчас хочу рассказать, который 3 года назад был разрушен. Значит, сначала рассматривается полная система уравнений магнитной гетродинамики, по аксиально-симуристическим. Задача аксиально-симуристическая. А как мне интересно? Ну, здесь есть и магнитные силы, и силы давления, и гравитационные силы. Хотя в джетах гравитационные силы не важны, потому что там, скорее всего, реактивные частицы, и, так сказать, гравитация, самогравитация, в общем, несущественная. Ну, это вот уравнение милера с магнитными силами, это уравнение масла соответствующее, ну, и токи, которые здесь подключаются. Из диверриции от В, то есть из ротора В, получается, вот. У вас в районе бассона, в районе энергии и в районе системы. Это полная система уравнений. Решить ее, конечно, чисто, так сказать, аналитически невозможно. Нужно чисто решать, и пока что это дело даже не решено. А построена такая приближенная модель, которая основана на нескольких стадиях, так сказать, есть несколько приближений. Первое приближение связано, что профиль по радиусу определенный. Считается, что плотность однородной, а все скорости, значит, пропорциональное расстояние. И, соответственно, поляк уже, вот так, вот запрофигировано, вот, самостоятельно. Тогда у нас, значит, остается система, где только два, две перемены. ЗТП, а по радиусу мы все запрофигировали. Ну, здесь была, так сказать, эта система была проверена на ее, какую физичность. Она оказалась вполне описывающей все необходимые, так сказать, процессы. Выбернула, естественно, закон сохранения массы. Потому что ЗТ, наверное, скорости отсутствует. Поэтому, получается, в каждой плоскости сохраняется масса, и сохраняются волосы. Вот эти повреждения дают сохранению массы и сохранению магнитного потока. Были рассмотрены колебания цилиндра такого. И оказалось, что все колебания, и магнитоторсионные колебания, и радиальные колебания, все они, значит, присутствуют в этой системе радиусы. То есть линейные магнитоторсионные колебания. Причем цилиндр рассматривался, естественно, уравновешенным. То есть предполагалось, что в нем есть гравитация. А для нашего цилиндра, который моделирует G, там никакой гравитации нет. Потому что он очень легкий. Но с гравитацией дается, можно сказать, все это линейные теории. И вот разный случай. Не вращающийся, не изомонтичный цилиндр. А за метр квадратный, который просто радиальный перепад. То есть есть тут и радиальные колебания, и колебания, значит, постояняющиеся по массиву по СССР. Ну вот, останавливаться на сегодня. Вращающийся, не изомонтичный цилиндр. Это как раз тот самый случай, который нас больше интересует. Здесь два типа колебаний. Первая – это радиальная волна, где скорость не равна. И вторая волна – это чисто торсионная волна. Когда не нулю равна вот эта колебательная составляющая. Второй тип этих волн описывает колебания в одной скорости и предпоставленной радиусе. И эта волна соответствует чисто торсионной олефианской волне. Но, конечно, это линейная, так сказать, теория. То есть линейные колебания. А линейные колебания нам ничего не застабилизируют, потому что они очень маленькие. А на нелинейной стадии уже, радиус, конечно, будет меняться за счет того, что фиты и поля и так далее. И вот эту нелинейную теорию, как раз нелинейные задачи, как раз здесь решено. Но для этого нужно сделать еще дополнительное упрощение. Добавление подпрощения связано с тем, что мы рассматриваем цивитр только в плоскости, где омега равна 0. Потому что если между ними плоскость с головой скоростью равна 0, то мы ее рассматриваем. При этом мы задаем перевод по z равный z0 и записываем все уравнения в этой плоскости. Все уравнения в этой плоскости записываются однозначно. И единственная величина, которая оказывается здесь не в плоскости, это производная. А вот эта производная, она, естественно, не нулевая, и она меняется периодически. То больше, то меньше. И для того, чтобы ввести систему дефолициального управнения автоянной, нужно задать, как запрофилировать эту величину. Эта величина запрофилирована вот в гармоническом уровне. Это, конечно, на самом деле может быть негармоническое, но, конечно, проще решать приближённый к самому, можно, наверное, взять и граммоническое. И тогда эта система уравнения сводится вот к такой вот, значит, так и самому. У неё есть первый интеграмм. Так что, в итоге, когда мы введём безразменные параметры, ну, естественно, это вот частота колебаний, Тау-время, это Гарноль, это, так сказать, характерный радиус. Соответственно, З тоже. Но радиус этот характерный, он выбирается здесь однозначно. Потому что К – это как раз величина входящего уровня состояния, которое изотомическим считается, а гравитация здесь не рассматривается вообще, поэтому никаких стационарных состояний здесь не было. И столько динамических состояний. Поэтому, ввиду того, что Гарноль непроизвольна, величина Y, начальная, в общем-то, является производной. То есть здесь имеется два основных параметра. Это параметр D, вот этот, безразменный, который в себя включает все, так сказать, константы, массу, магнитный поток, там Z0, частота, К, в общем, все характерные параметры и задачи сконцентрированы в этом параметре. И еще Y, начальная, которая здесь вот написано, что на единице, потому что здесь я покажу решение, когда на единице, но на самом деле оно уже произвольное. Я так сказать, дальше вот видно, что и произвольный Y, в общем, тоже интересно представлять. Но, тем не менее, даже вот в этой упрощенной основе, это не линейное уравнение второго порядка. Достаточно, так сказать, интересное. Ну, во-первых, то есть особенность, оно сингулярное и так далее. Но для различных D, если задать Y1, то единственным параметром является параметром D. И вот для различных D в моей первой работе это было все проинтегрировано. И результаты я покажу дальше. Но затем, вот в настоящее время ведется работа уже для других Y, и там получается очень большое разнообразие решений, хаотические решения регулярные, там показывают, как хаос разобрается. В общем, очень интересная оказалась система, даже с точки зрения автоматики. Значит, в принципе, это решение по физическим соображениям должно давать три типа решений. Если амплитуда колебаний маленькая, а это фактически соответствует малому значению D, то, естественно, целинка не будет стабилизировать, просто разлететься. Эти колебания недостаточно эффективны, чтобы его сделать. Если амплитуда колебаний слишком велика, то она может так перекрутить этот цилиндр, что он просто разделится на хрямбы и перестанет быть в едином целом. Что вполне возможно. И, наконец, когда мы имеем умеренную амплитуду среднюю, то там как раз этот цилиндр будет существовать, если не учесть дисципацию, он может существовать сколько угодно. Просто в таком колебательном состоянии. Вот как раз три типа таких решений были получены. Причем в очень ограниченном интервале этого параметра. То есть, всегда разыгрывается в очень ограниченном параметре. Если d меньше, чем 2, то никакого конфайдинга нет. И, значит, получается, здесь глибаник, но все так обстоятельно. Это вот радиус, а это скорость. Видите, скорость колебаницы. А потом уходит такая остановка. С ростом d амплитуда колебаний торсером увеличивается. И когда d достигает 2,1, происходит стабилизация колебаний, и цилиндры начинают просто быть колебаться. Как я уже говорил, колебания могут быть не хаотическими и регулярными. Но здесь вот данная интегральная колебания вписывает регулярные колебания. Хотя это не периодически, это периодически с новеляцией. В общем, это на диаграмме флан-каре, это просто замкнутая тревая, которую я вам дальше показываю. Вот видите, вот такая вот. И вот эта структура повторяется. При d 2,25, вы видите, немножечко другая структура уравнения. Это скорость, это радиус. А когда t достигает 2,28, то уже происходит перетяжка, и радиус устремляется в 0. Повторяю все это для начального значения радиус равного 1. Причем это превращение в блюд не является, может быть, довольно сложным. Вот здесь, вы видите, происходит колебания, потом радиус устремляется растет. И казалось бы, он разлетится почему-то. Хотя, на самом деле, он не имеет права разлетаться, в силу того, что это слишком большая амплитуда. И, действительно, он не разлетается. Он достигает очень большого радиуса. То есть это какие-то хаотические движения. Потом он уходит в минимумность радиуса. Такие хаотические движения. И только если амплитуда совсем уже большая, тогда просто сразу за первый же поворот радиус сразу вот это будет. Скорость становится отрезательной большой, а радиус вот это будет. Это вот такая вот структура интегрального предмета. Значит, этот параметр B можно оценить из разных соображений, наблюдательных и так далее, с тем, чтобы сопоставить, в реальных случаях, реализовываться вариант коллимации. То есть может эта линейная модель проработать. И оказывается, что если все это тело подставить все вот эти вот оценочные значения, то скорость звука должна быть не очень большая. Она должна быть меньше, чем половина скорости света, как минимум. А реликвидийское, ультрареликвидийский случай, когда C там, V равна C на корне в трёхе или просто V равна C, вы думаете, что никакой коллимации не принято. Это означает, это очень важный вопрос. И в следующем году, что такая коллимация возможна только в джетах, в которых имеется барион. Это не чисто электронные барионы. Потому что вопрос о том, из чего они состоят, остается открытым. Либо это электрон-позитронные, где нет барионов, либо это сколько-то там барионов есть. Вот те выбросы, которые вылетают из кваза, вернее, то есть из пульса, они как раз электронные. Там вылетает пара электрон-позитронных. А здесь, так как это вылетает из эвакуационного диска, здесь, наверное, могут вылетать и протоны. И оказывается, что только при наличии протонов возможна такая климация. А чисто электронные они просто переливаются. Ну и в конце я хочу вам показать исследования решения этого уравнения, которые показывают, как происходит развитие хаоса здесь. Это, значит, делается на основе построения сечения плоткара. Ну это, значит, там интегрируются интегральные кривые и через какие-то там значения периодов, там через π, там 2π, ставится точка на фазовой диаграмме. Вот на фазовой диаграмме скорость и радиус. Это радиус, это скорость. Вот, значит, для разных значений. Здесь показан набор регулярных решений. Это, значит, кривая замкнутая, которая, все решения проходят вот, так сказать, на диаграмме на горе вдоль этой замкнутой природы. А вот в центре расположено чисто периодическое решение. Вот, значит, в той работе я периодически не находил. А здесь мы уже нашли чисто периодическое решение. Для каждой воды имеется чисто периодическое решение, но мы увидим уже, соответственно, другого уравнения. При увеличении, значит, при увеличении интервала y, как видите, вот здесь все решения занимают все эти разрешения, вот там 0,7, 0,75, где-то 2,1, 0,5. Здесь же уже y и больше разматриваются. И здесь, видите, вот появляется решение, которое хаотические. Это вот как раз точки отражает хаотические решения. Если их долго-долго считать, то они заполняются в область. Вот, значит, они уже начинают заполнять эту область. То есть, снаружи будут уже хаотические решения. Но это только для одного d. И, на самом деле, интересно представлять только вот эти решения. А какие-то, они все равно разветятся при этих малых дах. А вот интересно проследить, как меняется вот это вот периодическое решение. Это периодическое решение устойчивости. Как оно меняется при увеличении параметра d. Вот это уже больше немножечко параметра d, там не да, 25, а 238, где имеется, значит, более подробная структура. Снаружи тоже получаются хаотические решения еще и островки. Получаются островки тоже, значит, этих самых регулярных решений. То есть, с периодами, здесь период пи, а здесь период, значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Каждый из этих соответствует периоду семь д. И вот центральная часть этого делаем. Вот центральная часть. Вот этот самый центр. Это уже точное периодическое решение. И как оно, что с ним происходит, когда вы немножечко еще где-то измените. С ним происходит следующее. Оно разделяется на... То есть, фактически, период удваивается. Там был период пи, здесь период уже два пи. И решение заполняет все вот это. Вот отсюда, вот просто перескать, вот отсюда, сюда, сюда. А в центре уже решения при этом нет? В центральной точке при этом решения уже нет получается? Ну, раньше же... Вот устойчивое решение, я скажу. В этой точке, это решение становится неустойчивым. А устойчивое становится решение, у которого два периода. Это период удвольный. Ну, и если... Дальше мы уже считали. Еще... Когда вы еще идете по д. То уже каждый из этих решений становится тоже неустойчивым. И оно разваливается. Вперед разваливается. И... Вот это поведение... Возникновение хаоса характерно для любой системы. Все уравнения, которые рассматриваются, так сказать, для... Возникновение хаоса, который приводит к хаосу и утворению, обладает следующим замечательным особенностям. Если вы возьмете д и минус д и минус 1, а разделите на д и минус 1 минус д и минус 2, то вот эта величина в пределе стремится к постоянной величине. Универсальной постоянной, которая была открыта Фенинбаумом. Она называется постоянной Фенинбаумом. Причем этих постоянных две. Одна характерна для дисципативных систем, порядка четвертых. А вторая для консервативных систем, порядка 8. Вот как раз здесь нам удалось показать, так как эта система консервативная, что в точности... Там примерно 5 удвоений было численно найдено. В точности, значит, это последовательно. Четыре знака совпадают с известной численностью Генбалаума. Это, конечно, немножечко математический экскурс из этой модели. Но все равно интересно, что вот эти торсионные колебания, они могут быть как регулярными, так и качественными. И вы на картинках могли видеть, что все эти варианты, они разные, отличаются друг от друга. То я думаю, что, может быть, это как раз связано с этими качественными элементами. Вот. Ну и выводов всего два важных. Два из этой лекции, может быть, только два важных. Первое, это то, что магнитное поле при окреции диска, при окреции, может усиливаться из-за того, что у нее есть внешние проводящие, хорошо проводящие слои. Тем самым решается задача формирования круглого поля. И второе, вывод состоит в том, что джек из инфекционных дисков может быть коллинированным, то есть, скорее всего, вагнитным образом, путем торсионных колебаний в круглого масштабном полоидальном поле. И еще все равно все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПАРАМЕТР Д МОДИСМЕНТЫ Конечно! ВМОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ МОДИСМЕНТЫ И СИЛЫ, АНИ НЕЛЕРЫ ВРОПИВА ПЕРЕКО Еще вопрос, пожалуйста. А вот у параметра Д у него есть какой-то смысл физический, просто такой? В ручку, ой! А у параметра д какой-то физический смысл есть? Физический смысл у кого? Параметр D. Он же составлен из всех физических параметров. Это масса в этом самом сечении, удельная масса, магнитный патрон, потом период колебаний. Сейчас я вам покажу. Он спрашивает непосредственность. Я знаю, что он означает. Он, так сказать, сам по себе в рефикту, можно его обозвать. Вы видите, это безразмерный параметр. К – это квадрат скорости звука. СМ – это масса, это магнитный поток. Это амплитуда колебаний, это период колебаний временной, период пространства. Вот получается из уравнения. Это не то, что как-то производится. Я не знаю, как его производится. Спасибо. Еще вопросов? Нет более вопросов. Да, давайте еще раз. У нас осталась последняя лекция. 17.45. Григорий Шмазовин. Который будет говорить о динамической симметрии на 10. Сейчас переверните. 17.45. Кофе-брейк скоро начнется. Спасибо большое. Спасибо.